всем привет сегодня я распаковываю самую большую посылку когда я либо получал она настолько большая настолько хрупкая что отправили мне ее держелом ну что распаковываем вот наш опасный ножик посылку отправили в понедельник приехала в беларусь четверг я забрал в пятницу очень быстро для китайской посылки ну что открываем а здесь какой-то one dollar in cash or extra warranty or another amazing gifts ok оставить 5-бальный короче фидбэк ладно а тут всякая инструкция как всем этим воспользоваться как всем этим воспользоваться инструкция как все подключать по камера задний ход и так далее а вот оказывается что тут на самом деле из камера а то там на сайте ничего не пока не указывали по поводу камеры однако ее нарисовали но как-нибудь прикрутим могу сказать что тяжеловато и надо хорошенько постараться чтобы ее прикрутить ладно это оставим для гаража но можно протестировать это провода для камеры хорошо далее достаем саму магнитолу я думаю что лучше будет вот так вот сделать пара рамочка для установки кстати мне пригодится потому что размер окошко куда устанавливается магнитола нестандартный у меня 1.8 дина тут 2 1 для доработки как раз то что надо это юзер менюл то как всем этим воспользоваться всем этим джом комплект установки проводочкам проводочки кстати тут надо будет подключать к изо разъему то есть отдельно будет куплю отдельно куплю изо разъем его подключу к этим всем проводам но самое главное вот эти вот 8 проводов динамиков земля аккумулятор это динамик зажигание камера так динамик опять это что такие ладно разберемся динамики интересно интересно где же у нас пульт скорее всего это вот это вот ки который было написано ключик ну ки или кнопочка в принципе вот ки 1 и наверное это граунд который идет на а вот ки 1 ки 2 в принципе да от пульта идет там три или два провода не помню но суть в том что это brake control ну ладно разберемся так дальше и сама магнитола но прямо как там на сайте ну в принципе подходит под стиль автомобилей из девяностых вот это вот чик 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 крутилка как-то крутится но чувствуется что качество так на среднем на средняк как бы тянет а его тут пишут что куда подключить ну камеру камеру мы поняли а кстати здесь по поводу проводов какие здесь же у нас провода usb в бардачок ничего себе непонятно tv-ir это то есть антенна телевизора или антенна или пульт управления IR infrared ну ладно разберемся это подключение микрофона что немаловажно чтобы был наружный микрофон чтоб по телефону разговаривать hands free тут антенна так усилитель всякие тюльпанчики опять usb 2 usb и немаловажно wi-fi почему это очень важно чтобы потом парковаться возле дома если у вас невысокий этаж где-то третий там 2 4 5 чтобы можно было скачать из wi-fi дома как бы всякие там обновления системы приложения всякие большие файлы чтобы не тратить весь трафик android телефона но своего смартфона короче и для лучшей связи со спутниками есть еще антенна gps чтобы сразу найти свою дорогу в темноте ночной ну короче это крепится к кузову изнутри к потолку например над лобовым стеклом для лучшего короче сигнала gps но как то так вот получается у нас вот такая вот магнитола сейчас переместимся в гараже посмотрим как настраивается и как все это устанавливается на этой магнитоле вот я снова в гараже и буду сейчас устанавливать свою новую магнитолу чтобы посмотреть видео установки переходите по ссылке на видео в описании или нажимайте на соответствующую кнопочку в конце этого видео значит вот наша магнитола уже установлена и готова к работе за значит как я уже говорил здесь интерфейс очень даже понятные здесь у нас микрофон кнопочка домой настройки звука навигация в кнопка включения и вот это и вот круглячок для регулировки громкости и такая крышечка на которой написан есть gps то есть соответственно здесь есть разъем на меню себе к магнитоле имелся переходничок от меню себе на большой и оси нормальная и вот этот вот слот для micro sd но я всего этого не использую так как здесь есть огромнейшая внутренняя память на 302 гигабайта и и хватает на все карты которые мне когда-либо нужны и здесь такая пимпочка маленькая для того чтобы вставлять сюда что-нибудь тоненькое для ресета если зависнет это магнитола что навряд ли и случится так как здесь очень мощный процессор сейчас посмотрим и очень-очень даже огромная оперативка и включаем магнитолу включив зажигание магнитола требует немного времени чтобы загрузилась так как это обыкновенный android как и любой android планшет или android телефон вес заставку я поменял заставку можно любую поставить во внутренних настройках магнитолы но и вот у нас здесь интерфейс совсем не похож на планшетовский интерфейс так как здесь специальный интерфейс для автомобиля как видно вот эти вот значки то и здесь у нас есть радио радио кстати первые два дня замечательно работал потом перестал связи с тем что вышел из строя радиочип я открыл спор с продавцом продавец подтвердил отправил мне шип на замену перепаяли мне в городе и все отлично заработало кроме радио здесь у нас также есть функция bluetooth а то есть можно подключить к любому гаджету и включать любую музыку которую вы слушаете за кстати вот это вот штучка для регулировки громкости можно нажать на нее и отключить вообще звук как здесь видно следующий трек предыдущий трек пауза возвращаемся домой и смотрим здесь также из функция телефона кстати с этой магнитолой не шел микрофон и пришлось поставить свой микрофон для того чтобы разговаривать по телефону hands free как говорится но эта функция также замечательно работает штатный штатный микрофон который здесь он нифига не улавливает если честно дальше смотрим навигацию навигация здесь отмена работает нажимаем кнопочку навигации и открывается у нас яндекс навигатор конечно яндекс навигатор с магнитолой не идет идет какое-то приложение сайджик со всеми картами которые можно только представить для этого приложения меня привык работать с яндексом поэтому и сюда его установил и привязал его к этой кнопке это кстати все настраиваем а в самой магнитоле но здесь уже предварительно загрузил карты как я говорил памяти хватает поэтому почему бы и нет здесь и введение по дороге и навигации и пробки как здесь видно все отмена просто работает не лагает не тормозит как в некоторых современных кстати магнитолах штатных которые идут на всяких там франжах там мерседесах работает она очень странно потому что делает она все с такой ощутимый задержка вот например на выбираю систем нажимаю и вот только сейчас что-то появилось если вы услышали на вот эту почему так работает медленно смотреть нажимаю вот сейчас быстро загрузилась в основном загружается медленно поэтому вам нужно нажать и все время что-то ждать кстати в этой магнитоле есть такая функция ради которой собственно и покупалась знаете вот эту вот функцию контроль жестами на современных бмв когда вращаешь просто пальцем и делаешь звук громче или тише и третий способ это воспользоваться инновацией от бмв это специальные жесты ну например сейчас покажу об тише сейчас если включу bluetooth можно нажать на паузу или на play ну например вот так вот можно выбирать следующий трек оп или предыдущий трек оп попались на самом деле это была шутка потому что в самой магнитоле есть такая функция подключения к штатным кнопкам управления магнитолой ну как я уже показывал можно сделать громче можно сделать тише можно нажать на play на паузу следующий трек выбирать предыдущий трек и так далее и все кнопки на самом деле являются программируемым и то есть мы опять же возвращаемся к настройкам выбираем авто и вот этот вот пункт кнопки управления на рулевом колесе нажимаем нужную кнопочку и выбираем какую функцию мы хотим добавить для короткого нажатия и долин и для длинного нажатия но здесь мы выбираем соответствии с пометкой на самой кнопки то есть громче тише пауз пауза play следующий трек и предыдущий трек но как то так и последнее что я хотел показать это железо то есть здесь у меня магнитола за все эти два месяца в которых я ей пользовался никогда не лагала и смотрим систему выбираем и обустройте здесь стоит 8 android то есть самый последний на данный момент на момент записи этого видео процессор здесь стоит мощнейший на восьмиядерный 64-битный cortex и 53 на полтора гигагерц оперативка здесь аж как я уже говорил на 4 гигабайта то есть честные 4 гигабайта и внутренняя как я уже говорил еще раз на 32 гигабайта то есть вам вполне хватает грузи не хочу и немаловажная функция это функция камера заднего вида которая кстати шла в комплекте с этой магнитолой и она очень даже неплохо работает и показывает небольшие помехи иногда возникает на фоне того что кабель очень длинный где-то около пяти метров но я думаю если взять машину покороче хочу бы какой-нибудь то никаких помех не должно быть конечно кажется здесь не full hd и даже не hd а просто какой-то не знаю 0 3 мегапикселя конечно здесь есть небольшая проблема связана с самой камерой то что угол обзора не совсем широкий то есть постоянно надо контролировать задний ход боковыми зеркалами но здесь вот эти вот пометки красным желтым и зеленым более-менее правильно показывает то есть получается мы доходим до края бампера задней стоячей машины на конце вот этой вот красной пометки но как-то так спасибо огромное что посмотрели это видео поставьте лайк подписывайтесь всем огромной огромной удачи и пока и